Иван Ходунков 1 ноября 1922 года 100 годов Прошел я На границе служил Война началась Я участвовал в этой Сначала войны И до конца Прошел всю войну И Бог меня сберег И судьба сберегла Я не был ранен Не был в госпитале А джимбализовался нормально Женился Детей нажил И сейчас пока весь живу Вот 101 99 годов И пока живу Война началась Война началась Я окончил 10 классов в Смоленске И после этих 10 классов Меня призвали в армию У погрань войска У погрань войска У пограничных войска И я проходил В городе Во Львове Там были Курсы Лейтенантов Ну я был Окончил эти курсы И меня послали На границу Это Перемышль И я уже Лейтенантом был И охранял границу Перемышль Знаешь Мы конечно не знали Но у нас в государстве Знали Знали Что немцы Готовят войну Против Советского Союза Знали Я охранял Границу С ружьем Был на границе Война Началась Нас Подняли В заставу По тревоге По тревоге В ружье С этих С этого Времени Мы Начали Начали Воевать И обороняться Защищать Родину И я Первый Участвовал В боях Оборонял Этих немцев Они Начали Стрелять Войну Не объявляли Мы Не знали Пограничники Ничего Но Это Они Сразу Начали Пулеметные Пушечные Начали Стрелять По столовой Разбили Все наши Котлы И С тех пор Появились Раненые Убитые А немцы Нахально Продвигались Вперед Убивали Наших Родников Когда война Началась А у нас На заставах Были Тока Ну Пулеметы Винтовки Ну Прочатанковое Оружие Были А основное Ничего Не готовили Что Только могу Привезти К нашему Студу На передовую Тянут Тягачи Пушки Тракторами Которые Стреляют На 40 Километров Они Притащили На границу Чтобы Это Ну К чему-то Так они И остались Там У немцев Ну Мы Пограничники Обронялись Какое у нас Оружие Там еще Было Станковые Пулеметы Ручные Пулеметы Ну Ну И были Противотанковые Оружие Вот На наших Глазах Было Значит Уничтожено Немецких Танков Которые Пошли На дно Река Бух Там Было Граница Река Бух Там И Минимум Пять Танков Наши Пограничники Уничтожили Вот И Больше Ста Уничтожили Немецких Солдат Ну Так И Обронялись На передовую Начали поступать Войска Красной Армии Вот Начали Подвозить Наши Пушки Артиллерия Вот Ну Начали Самолеты Летать Вот Оброняться Начали Как Надо Вот Немцы Обстреливали На самолетах А наши Мы Все Молили Ну Здесь Наши Девались Чтобы Это Бомбить Немцу А Немцы Пикировали С начала Войны Были Мало Нас Было Летчиков Ну Во Второй Половине Войны Конечно Наша Авиация Давала Пример Молодец Ну Немцы Не давали Нам Жить Они же Ну Что Нахали Танки Самолеты Артиллерия Не всегда Справишься И Приходилось Отступать И Не Ступать Ну Поэтому Она Так Затянулась Долго Бабушки На мирные города Сбрасывали Бомбы Погибало Много Детей Женщин Мирных Жителей Вот Что Самое Старое Что Невинные Люди Погибали И Много Погибали Ну Как Маленькими Группами Маленькими Бывало Что Немцы В окружении Брали Целую Роту Окружили Так Вот Ее Пленили Это В начале Войны Вот Но Потом Уже Конечно Это Наши Не допускали Предателей Не было Командиры Все Были Чистые Совестливые Они Воевали Честно И Добросовестно Если Не наши Командиры Конечно Мы Гитлера Не Разбили А так Командиры Они Воевали Добросовестно Ну Когда Немцы Обрушились На нашу Страну На нашу Заставу Это 92 Застава Это Нам Пограничников Было Указание Приказ Выходить Из окружения Оставшиеся Пограничники Они выходили Из окружения Где Через Болото Выходили И Там В этот Момент Приезжал К нам Участь Михаил Как это его звали Будённый Ну Ай Ой Это Вот Он Этот Будённый Нас Тоже Оставшим Там Которые Вышли Из окружения Вот И Пробились Соединились К своим Частям Это Он Будённый Начал Организовывать Эти На разведку в тылу врага Будзёный, он из нас, пограничников, начал организовывать такие группы, и чтобы работали в тылу, уже захваченной территорией. А Будзёный, да, приезжал. Он у нас порядочно там помогал работать. Первый бой, когда война началась, был за Киев, за город Киев. Были сильные бои. Немцы стали там, соорудили кладбище, березы срезали, срезали, делали кресты, и там на несколько километров делали кладбище, похоронное кладбище. Вот. Были очень сильные бои, но после упорных боёв наши вынуждены были Киев сдать. Там много погибло немцев, конечно, но и наших тоже много. Ну, а дальше что? Наши пограничники, они это, с наших пограничников начали выходить из окружения, вот, соединяться с Красной Армией, с частями, вот. Ну, вот, наш 42-й пограничник выходил из окружения, и был, значит, 86-я дивизия войск НКВД, ну, соединились пограничники с частями Красной Армии. Я участвовал на Курской дуге, на Курской дуге, это, кажется, село Прохоровка, это там, на Курской дуге, там, называют, есть, были очень сильные бои с село Прохоровка. Вот. Сильные были, мы там более оборонялись, конечно, больше месяца. Были сильные укрепления, немцы там все строят укрепления, и все агитировали, чтобы русские переходили к им на стороннюю. Вот. А немцы так укреплялись, все объявляли, переходите на нашу сторону, у вас все будет. Вот. Но... Ну, все равно они провалили. Освобождали мы это уже потом. Чехословакию, Румынию, Польшу. Это... Они нам здорово не сопротивляются. Они были за нас, за русских. Ну, вот здесь очень сильное сражение были. Озеро Болотон, как я говорил. Это... Озеро Болотон, и оно называется «Секер-Секер-Вар». Это... Вот это... Там мы, наверное, больше месяца находили все, оборонялись. Вот. Для Красной Армии не хватало продуктов питания. Брали живота, коров, значит, для пропитания Красной Армии. Ну, а тяжелое сражение это было... Да. Ну, все торжествовали, радовались. Улыбались. Довольны были. Довольны были. Это столько... Столько погибало людей и винных детей, женщин, стыриковых. Потом мы думаем, что на этом и война кончится. Ну, нам объявили, что дальше перемирия пока не будет, а пусть с Японией война. Ну, вот мы думаем, что, ну, отвоевали. Если не добили тут, то добьют в Японии. Не... Правда, как-то... Нас было... Начали строить, но потом отменили и, значит, отложили с Японией воевать. Пока не будем. Вот это нас спасло. Нас потом... Нашу часть, вот которой я уже находился, 86-я... Гвардейская стрелковая дивизия, она передвинулась в Одессу. В Одессу. И я демобилизовался из Одессы. Это в 46-м году. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...